В небольшом доме по адресу улицы Новосельская, 22-1, проживает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Петрович Курдявка. Сейчас дедушка не встает с постели и за ним присматривает социальный работник. Правда, помочь ему во всем, например, в уборке придомовой территории он не может, ограничен во времени. Но выход из этой ситуации есть. Посильную помощь оказывают неравнодушные молодые люди, члены БРСМ. Алексей Петрович уже достаточно давно находится у нас на обслуживании, и в данный момент он значительно утратил свое здоровье, проживает он один, иногда его навещают какие-то родственники, но, конечно, основную помощь оказывает социальная служба. Социальный работник, конечно, уже стал ему другом, помощником и родным человеком. Но сейчас осень, социальный работник не справляется один, поэтому мы приглашаем силы БРСМ для оказания помощи по наведению порядка на придомовой территории. Все под силу молодым, работа у них так и кипит. За короткое время они собрали листву и привели в ухоженный вид двор. Активисты и волонтеры не отказывают в помощи пожилым людям, потому что хорошо понимают, сейчас бабушки и дедушки особенно в них нуждаются. Мы начинаем помогать пожилым людям, провоживающим на территории нашего района. Чаще всего это помощь в уборке придомовой территории. Мы помогаем пожилым людям, гребьте листья. Мы помогаем подготавливать огород к зиме, то есть перекапываем его, помогаем носить дрова и оказываем посильную помощь, которая необходима в данный момент. Волонтеры БРСМ уверены, уборка листвы эффективнее любого фитнеса. Когда цель поставлена, помощь пожилым людям, людям, которые в силу возраста не могут уже активно работать, то и желание удваивается. Мы сейчас находимся во дворе у дедушки, который в принципе физически просто не может следить за двором. И вот мы хоть какими-то такими действиями помогаем ему подгребать листья, чем-то хоть немножко помочь. Хотим помогать людям, так сказать, потому что видно, что люди оказались в сложном положении, им нужно помочь, и почему бы это не сделать. И так же, как и я, мои друзья занимаются тем же самым. Это как уступать людям в общественном транспорте, потому что старшие заслуживают уважения и соответственного обращения. И правда, пожилые люди заслуживают к себе доброго отношения и уважения, и волонтеры БРСМ своими поступками дарят им это в полной мере.